Привет, Исей! Сегодня мы с тобой поиграем в новенькую игру под названием LEGO Brick Tiles. Я подумал, что, если мне не изменяет память, на канале у меня ни разу не выходила игра про LEGO. И я решил исправить эту ситуацию. И вот сегодня мы смотрим на LEGO игру. И, как ты, наверное, уже догадался, здесь мы будем что-то собирать, что-то строить. Интересны всякие механизмы, постройки, машины, на которых будем ездить, летать и всё такое. Ну и, конечно же, прежде чем это испытать, нужно это исследовать. Не сломается ли моя конструкция, которую я построил, подо мной же. Так что сегодня будет много испытаний, много строительства. В общем, будет балдёжно. Итак, письмо от дедушки. Солнышко, надеюсь, ты получишь моё письмо. Письмо в 21 веке, телефонный есть дедуль. Ну ты чё, наверное, у него кнопочный. Я совершил релевационное открытие, хочу его тебе показать. А ещё мне пригодится твоя помощь. Потенциал моего изобретения безграничен. Когда будешь в парке аттракционов, спускайся на лифте в лабораторию. Я буду ждать тебя там. Окей, дедуль. Это, кстати, я. Вот такая шевелюра у меня необычная. Словно ягода есть. На малину похоже, но на чёрную. Это чё за ягода у нас? Ну-ка, ну-ка, давай вспоминай, вспоминай, вспоминай. Чё это за ягода? Ладно, я сейчас не вспомню. Заходим. Нифига себе! Вот это лаборатория. У дедуля тоже такая же башка. Кто я там? Это ты, детка? Как чудесно. Я не ждал тебя так скоро. Я хочу показать тебе невероятно потрясающе. Я даже не знаю, что ты мне сейчас покажешь. Это звучит очень страшно. Ой. Ау. Египетские пирамиды, ты чё натворил, дедуль? Это так запланировано? Ну, получилось слишком буквально. Ты в порядке, малыш? Видишь ли, я как раз подключал своё изобретение и напортачил. То, что мы сейчас видели на профессиональном языке, называется скоростной незапланированный демонтаж. А по-простому, если подвести слишком сильный ток, бабахнет, будь здоров. Получается, я не только застрял, но и электросеть положил. Рано или поздно нам придётся запустить главный генератор. Но сначала запусти запасной, лады? Так. Видишь его? Вон там. Порадуй дедушку, включи его. Дедуль, то есть ты меня сюда позвал, чтобы я за тобой ошибки исправлял? Мне кажется, что пока я сюда не прошёл, у тебя было всё вообще в порядке. Всё хорошо получалось, без меня. А как только я сюда зашёл, всё сразу полетело в тартаре, да? Я починил, кажется. Давно надо было заменить это срёво. Эти провода постоянно отсоединяются. Давай жми на рычаг. Чё стоишь? Баклан. Ладно, ладно, жму на рычаг. Ну так. Я мастер, чинил вообще. Ой. А чё стиралка трещит? А чё у тебя вообще стиралка тут делает? Это чё телепорт? Стиралка телепорт? Аааа. Ооо. Ого. Вот это да, я вернулся. Предположу, что электромагнитная интерференция вытащила меня обратно в это измерение. О, привет. Я Экси Фикте Фуду. Чем могу служить? Что? Нет, я не джин. Желания не исполняю. Меня создал твой дедушка много лет назад. Он называл меня Ржавчик. Но за время путешествий в космос я нашёл новых друзей. И они дали мне инопланетное имя Акси Фитов Собстит. У тебя нет модуля синтеза звуков нужной частоты, чтобы правильно его произнести. Если упростить, получится примерно... Вот это моё имя. Бо-Бе-О-Би. Бо-Бе-О-Би. Это твоё имя? Серьёзно? Но ты можешь звать меня Ржавчик. Так проще. Ладно, я буду звать тебя Ржавчик. Ржавчик, я думал, ты давно-давно потерялся. Да, когда ты запустил меня в космос, я, можно сказать, немного потерялся. Помнишь? Я там столько всего повидал, а теперь вернулся. Интересно. Свет включился. Дитя моё, ты отлично справился. Так ловко решать задачки, что можно подумать, будто мы родня. Подожди, а ты разве не мой дедушка? Так говорит, будто мы родня. Ах, ну да, мы и есть родня. Тебя не проведёшь. Дедушка застрял? Похоже на то. Давай ему поможем, идём. Куда идём? Ты куда? В пол? Я в пол-то не могу. Вот этот молоточек злосчастный. Всё испоганил тут. Ладно, пошли. Тири-ти-ти-ти-ти. Когда уже постройки-то будут? Кажется, надо забраться на платформу. Взлетаем. В смысле взлетаем? Чё, вертолёт сделаем? Ой, стоп. Ты не умеешь же летать. Да уж, не задача. А, слушай, это отличный повод показать тебе, что я умею. Умение строить. Вот главная суперсила. Позволь тебя научить. Для начала соорудим тебе ступеньки. Ну, давай попробуем. Значит, вот такие вот штуки появляются там, где что-то нужно строить. Можно поучиться строительству, а можно сразу начать строить. Переходим к строительству. Тут пока что всё банально просто, потому что это начальная стадия. Обучает нас. Дальше всё будет намного сложнее и без всяких помощи. Так что вот, мы делаем ступеньки. Вот. Закончить нажимаем. Ого, ржавщик, где ты научился строить? Как? Не понимаю. Что бы ты это умел, когда я тебя сделал? Да он и не умел. Он же говорит, что инопланетяне его научили. Дедуль, ты чё, невнимательно его слушал? Видимо, 2,21 гигаватта это перебор. Кажется, предохранители перегорели. Замени их. Если не хватает готовых, можешь собрать ещё. Окей, сейчас замутим. Вон 2 стоит уже, это предохранители. И сейчас сделаем ещё. Значит, вот у нас предохранитель. Нам нужно собрать такой же. Берём, втыкаем. Вот так, чик, пик. Переворачиваем. И вот у нас готовы предохранители. Пока что всё элементарно, всё просто. Дальше будет сложнее и интереснее намного. Так что не переключайся. Не уходи на рекламу. Войти. Вот генератор. В него нужно воткнуть предохранители. Мы сейчас этим занимаемся. Всё, вот, чик, пиник. Вот так вот. И вот так. Отлично. Закончить. Кажется, всё запустилось, всё работает. Отлично. Я теперь починил трубы, чтобы запустить гидравлику. Я теперь всю лабораторию сейчас буду чинить, что ли, дедуль. Ну, походу, на то. Ладно, чиним ему гидравлику. Но для этого нам нужно построить мост, чтобы туда перейти. Итак, строительство моста. И здесь у нас уже появляется симулятор. То есть, смотри. Я сейчас сделаю подобие моста. Вот такой вот мостик, например, да. Опс. Блин, как бы его так сделать, чтобы симуляцию запороть? Или не запороть? Короче, мы сейчас сделаем мост обычный вообще, самый простой. Вот так вот мы сейчас его построим. Замудрил, замудрил. Давай симулировать нажмём. Опс, и запорол. Надо же. Ты бабахнешься? Упал. Короче, вот. Чтобы этого не произошло, нам нужно сделать отличный мост. То есть, самое простое, это вот так вот. А нет, это не так. Если я сюда снизу затолкаю что-нибудь. Вот. Вот теперь, мне кажется, это надёжный мост. Во. Видал? Всё. Так что, закончить, и мы можем здесь спокойно пройти. Шпинг. И перешили. И вот такие эмуляции нужны будут в дальнейшем. Чтобы, допустим, проверить вертолёт, как он работает. Чтобы на нём можно было полететь. И всему того подобное. Вот он гидравлик. Мы подставляем, значит, сюда вот эти вот механизмы. Части труб. Чтобы всё у нас работало. Ой, куда-то ты вверх улетел. Куда-то ты вверх улетел. Вот так вот. Здесь переворачиваем. Нет. Вот так вот, по-моему. Опс. Всё, закончить. Гидравлика починена. Молодчина. Теперь включи гидравлический механизм. Ладно, я побежал. Фигово, когда дедуля где-то там застрял. Не может ничего сделать без меня. Включаем гидравлику. Ага. То, что нужно. Почти готово. Нужно построить что-нибудь, чтобы закрыть разрыв. Ну, пойдём построим. Сейчас, ещё один мостик забабахаем. Войти. Значит, у нас тут уже другие элементы появились, новенькие. Тут всё понятно, да. Делаем вот так вот. Сейчас камеру немножечко поверну, чтобы было удобнее. Так, немножечко тут скривил. Вот. И сюда. И вот сюда. Вот. А! Нет, давай наоборот сделаем. Давай наоборот. Вот так вот. Ну, и вот здесь вот ещё сделаем, чтобы ступеньки не было разрыва. Симулировать. Чпинг. Понятно. Всё плохо. Есть другое предложение. Сделаем вот так вот. Вот гениальный план. Вот как нужно было сделать. Ну-ка. Точно. Точно. Закончить. Всё, лесенка готова. Пошли. Итали-тали-тали. Я великий строитель. Не с первого раза мост элементарный смог построить, но построил. Мы спокойно переходим. Здорово, дедуль. Я здесь. Ржавчик, это ты. Где ты был? Ой. А куда делись твои руки? Пространство и время тебя не пощадил. Дедушка, не стоит сгущать краски. Теперь у меня улучшенная конструкция. Ты отправил меня исследовать космос, но я угодил в гиперпространственный разрыв. Сначала я очень испугался, но потом повстречал дружелюбных инопланетян. Они меня починили и разрешили путешествовать с ними по мультивселенной и помогать людям. Они заменили многофункциональные манипуляторы, которыми ты меня снабдил на генератор частиц нулевой гравитации. Старый добрый оператор нулевых частиц. Простейшая технология для изобретателя моего уровня. Хе-хе. Ладно. Хорошо, что ты... Вы оба здесь. Идемте скорее. Покажу вам свое изобретение. Ну пойдем. Наконец-то. Мы уже куда-то пошли с этой твоей пещеры. Итак. Мы выбрались и что-то мы тут должны сделать. Поболтать, наверное, с дедушкой. Представляете? Мои эксперименты привели к невообразимому. Открытую. Теперь я могу создавать порталы. А, это огромный портал. Все ясно. Я вложил в этот проект много лет. И кажется, наконец-то он завершен. Невероятно, правда? Невероятный беспорядок. Только посмотри вокруг. О, да. Тут все разломано. Нифига себе. Кольцо обозрения. Смотри, какое прикольное. Ай. Ты о парке? А, ну да. Он немножечко... Растрепанный. О, нет. О, нет? Госпожа мэр, она давно мне говорила, что если я не займусь парком, она закроет это безобразие и заберет у нас землю. Я так увлекся порталом, что совсем забыл. Я ни за что не успею навести здесь порядок вовремя. Да, чинить тут можно очень много. Примерно все. Может сделать надрез в местном пространстве времени с помощью катализатора альтернативных реальностей? Повтори, пожалуйста. Это просто. Когда колебания квантовых струн совпадают с колебанием фоновой радиации... Не так быстро. Я не понимаю. Ребенок же не понимает, о чем ты говоришь. Ой, простите. Объясню с самого начала. Это такой способ чинить сломанные вещи. Прекрасно. Именно то, что нужно. Дайте три. Можно на карточки расплатиться. Платить не придется. У меня есть знания, оборудование. А подробности можно найти прямо здесь. Че ты замутишь, робот? Какие странные звуки. О, это же стиралка. Похоже на стиралку, которую мы у дедушки видели в подвале. Замечательно. Теперь осталось найти достаточно мощный источник энергии, чтобы запустить устройство. Электричество подойдет? Нужно что-то помощнее. Например, кристаллы счастья. Это лучший источник энергии из всех, что я видел в своих странствиях. Кристаллы? Чего? Будь добр, объясни. Эти кристаллы образуются в локальных пространственно-временных колодцах, когда дельта положительной кармы превышает тета значения. Равчик, мы же договорились, я не знаю таких слов. То есть, объясни так, чтобы и ребенку было понятно. Я упрощу, ладно. Шаг первый. Мы помогаем людям, чтобы сделать их счастливыми. Образуются кристаллы счастья. Шаг третий. Шаг третий. Мы чиним парк аттракционов. Шаг четвертый. Все довольны, едем, есть мороженое. Мои датчики засекли несколько мест, где людям скоро понадобится помощь. Координаты первого. Три триллиона... Ну, ты видишь, координаты все на экране. Я не знаком с твоей системой измерения. Это далеко отсюда. Не близко. Вот если бы у нас был... Портал? Что? Да, точно. Портал нам подойдет. Видите, я знал, что от него будет польза. Я взломаю твой портал и все настрою. Какие они вообще шустрые. Следующая остановка по этим координатам. Еееее. Похоже, это в джунглях. Значит, вы отправляетесь туда, соберете кристаллы счастья, и мы сможем навести здесь порядок? Точно. Отлично. Тогда в путь. Ну, дедуль, ты-то без нас. Ты тут остаешься. Я так понял. А мы с ржавчиком погнали. А вот эту штуку-то, наверное, надо забрать. Можно с ней взаимодействовать как-то. Как я уже говорил, устройству нужна энергия. А, точно, зарядить нужно. Ладно, тогда погнали. В джунгли. Вау-вау-вау-вау. Здравствуйте. Ах, сочная зелень. Свежий воздух и таинственные развалины. Давай их исследуем. Ну, давай. Давай-давай исследуем. Я вижу. Самолет пролетел. И кажется, он там где-то шлепнулся. О, нет. Самолет потерпел крушение в горах прямо у нас на глазах. Я видел, как раскрывались парашюты. Надеюсь, никто не пострадал. Мы должны срочно помочь экипажу. Ладно, сейчас сходим туда. Божьи коровочки, смотри, какие миленькие. И здесь вот есть вот что-то построить можно. Можно здесь спуститься. А, нет, нас туда не пускают. А, нет, пускают. Но здесь вот-вот пальмы, которые пригораживают путь. Там уточка, смотри, забавная какая. Ладно, давай строить, значит. Чтобы нам наверх забраться, нужно будет мостик построить. Видимо. Видимо, видимо, видимо. Вот такие вот штуки. Ох ты ж, блин. Десять таких, девять таких. Ну, давай пробовать, значит. Максимальная высота шага три пластины или один кирпичик. То есть максимум можем вот так вот сделать, да? Или как? Подожди-ка. Может покрепше сделаем? Вот. Вот. И я думаю, что у нас все получилось. Кажется, да. Кажется, вышло. И здесь вот. Ну-ка, симулировать. А, высоту, да. Здесь слишком высокое сделал. Здесь слишком высоко. Понятно. Надо это все разобрать. Так, подожди. Вниз упади. Вниз упади. То есть вот сюда он сейчас заедет, сможет? Ну-ка. Да. Да, сюда он может заехать. Отлично. Отлично. А если я сделаю немножечко по-другому? Ну ладно, это я чуть потом поэкспериментирую. Сейчас я дострою. Посмотрим, что у нас получится здесь. Вот так вот. Тут несколько пластин. Нафиг они мне здесь не сдались. Мне нужно вот такие вот толстяные. Все, они кончились что ли у меня? Подожди. Вот же еще есть. Так. И вот так вот. Вот, вроде получилось. Ну-ка. Тинь-тинь-тинь-тинь. Да, все отлично. Пошли. Здесь прям мост нужно построить. Агроменно высочен... Да, здесь агроменно длиннющие высокие мастера надо там соорудить. О, эти появились. Смотри, поручни. Прикольно. Так, ладно. Знаешь, давай какой-нибудь тоненький сделаем, соорудим. Типа, типа, типа. Восемь штук вот таких вот есть. Че, по красоте будем строить или по быстроте? Красота или быстрота? Вот эту штучку возьмем сюда. Да, давай по красоте попробуем построить. Хоп. Ой, здесь надо вот такую штуку замутить. Эту поднимаем. Здесь зацепляем. Вот, мостик готов. Мостик готов. А, хотел еще вот эти вот сюда воткнуть, но, видишь, не получится. Так, поручни теперь надо сделать. Поручни, поручни. А, подожди, может быть, мы вот это вот уберем? Смотри, и сделаем вот так вот. Вот так вот. Хоп. А для поручни мы сделаем... Это, конечно, наверное, не получится, но я сейчас попробую. Типа, вот поручни. Вот так вот. Типа же должно пойти. С одной стороны, чтобы хотя бы держаться, да? Вот, поручни. И можно, в принципе, и с другой стороны сделать. Слушай. У нас детальят хватает навалом здесь всего. Хопаньки. И здесь вот хопаньки. И тут вот тоже вначале можно шлепнуть где-нибудь. Подожди, вот так вот сделать. Подожди, подожди, подожди. А, тут по высоте не проходит. Ну и ладно, по высоте раз не проходит, то не проходит. Можно, конечно, еще вот эти вот штуки поставить. Но зачем? Давай симулируем. Ну-ка. Ну. Оу. Оу. А почему так? Тут же все скреплено вроде, все хорошо. Но что-то, видимо, недостаточно, да, скреплено. Короче, сделал вот такой вот мостик. Снизу я сделал опоры. Тут поручни вот такие вот. Конечно, они не очень надежные. Еще осталась куча деталья. В принципе, можно здесь вот так вот пошлепать сюда вот наверх. И будет нормально. Подожди, вот так вот можно. Хоп. Хоп. Здесь вот так вот доделать. Типа начальная часть, чтобы она такая ровненькая относительно была. И роботу, чтобы было проще здесь проехать. Вот. А тут вот, кстати, можно вот так вот сделать. Смотри, ровная прям эта поверхность у моста получилась. Ну-ка, давай попробуем. Но он должен тут проехать. А, снизу убирается все. Ё-моё. Блин, а я-то думал, что оно как бы на полу стоит. Ладно, будем сейчас думкать. Тест моста номер два. Значит, я усилил мост по низу. Вот тут можно увидеть. Здесь вот у нас два слоя поверхности вот этой идущей дорожки. Так что я думаю, что все у нас сейчас сложится. Ну и, конечно же... Ой, не туда прикрепил. И, конечно же, улучшил наш поручни. Теперь они снизу крепятся вот так вот. И прям вот, можно сказать, руками можно за ними держаться. Не по верху идут, а прям вдоль самого моста. Так что давай симулируем всю эту ситуацию. Вот он едет, 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 едет. Да, у него получилось проехать. Отлично, отлично. Все, значит, мы пройдем по этому мосту. Пойдем. Ежевика, ё-моё. Вот я вспомнил эту ягоду, которая у меня на башке. Ежевика. Мост получился крепкий. Но, может быть, стоит подключить фантазию? Взгляни-ка сюда. В смысле? Зачем фантазию? Построй подвесной мост через реку. Ну-ка. Когда постройка готова, для нее можно активировать режим песочницы. Щелкни по кнопке песочницы, чтобы перейти в режим песочницы. Где? Где эта кнопка? А вот кнопка песочницы. Активировать? Ну да, давай попробуем. В режим песочницы нет ограничений по количеству кирпичиков. И у тебя будет больше вариантов. Ааа, то есть захочешь, типа можешь сделать красоту. Музыка. 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 Давай теперь прокатим нашего робота. Ну как тебе, робот? Крутой мостик даже получился. Вроде зачетно. Все, закончить. Я хочу пробежаться по нему теперь сам. И-и-и-и. Балдежно. Вот это круто, да? Построил и сам по нему прошелся. Еще и улучшил. Это же офигенно. Здесь спускаемся. Дальше нам... Мы можем сюда в воду спуститься, что ли? Там это что, рычаг какой-то? А, в воду мы не можем. Странно. А сюда можем. Отправиться на север. Прямо-таки на север. А как же нам нужно было помочь тем, кто упал на самолете? Видимо, они дальше упали, да? Ну давай сходим туда, на север. Помогите! Я застрял! На помощь! Сюда! Секундочку. Кажется, вон та статуя относится к полиголитической эре. Восторженный археолог. Но это девочка, кстати, по волосам ее вижу. Вроде как девочка. Я обязан это записать. Так, о чем это я? А, вспомнила. Помогите! Я застряла. Не волнуйся. Мы спустим тебя быстрее, чем зарядится электро овце. Ммм, я бы не был так уверен. Я тут могу что-то покрутить, осмотреть. Эта статуя накрепко запуталась в лианах. Я бы мог ее разрубить, если бы хватило сил. Ага. Ну да, статуя, кстати, зачетна. Змея такая, окутавшая что-то там. Ладненько, давай пойдем посмотрим, что... О, хамелеон, хамелеон, собрать. Хамелеон. Какое красивое животное, наверняка пригодится в будущем. Ходишь животных тут собираешь еще. Ладно. Теперь буду еще и на животинку посматривать местами. Пойдем наверх. Больше тут вроде ничего интересного нету. Поднимаемся, поднимаемся. Привет. Стой! Кажется, платформа слишком шаткая и не выдержит новый груз. О, блин. Надо построить под ней опору. Ну, давай построим опору. Не вопрос. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, значит, опора. Как она будет выглядеть? Ну, а можно вот эту штуку убрать? Нет, походу нельзя. Походу нельзя ее убрать. Тогда мы... Тогда мы... Шо мы... Шо мы сделаем? Типа так. Вот этих штук у меня пять всего. И кажется, мне даже не хватит их. Ладно, мы сделаем тогда по-другому. Смотри как. Будем чередовать. Через раз. Вот так вот. Хоп. Потом... Потом-потом вот так вот. Нет, не так. Потом вот так вот. Снова по одной штучке. По одному кирпичику. По одному делению. Потом дальше нам нужно вот так вот. Потом ш... Эй, шлеп, я хотел сказать. Шлеп. И снова одна штука. Нет, это уберите. Вот это используем. Ну как? Вроде получилось, да? Надеюсь, крепко-накрепко. Дальше. К этой ножке. Делаем вот так вот. Потом так. А, у меня больше двойных кирпичиков нету. О, блин. О, блин. Ну давай чередовать вот так вот тогда. Так даже красивее получается, слушай. По-моему, симпатно. И очень криво выходит. Промазал я мальца. Промазал я мальца. А если мы сделаем как? Подожди. И вот это уберем. И вот это вот сюда шлепнем. Вот эту ногу огромную. Я ее разверну. А, чуть-чуть не хватило. Серьезно? Блинский. Чуть-чуть вообще вот. У меня тут ничего даже такого нет тоненького. Как так вышло-то? Как так вышло-то что? Ну-ка давай симулировать. Ага. Ну потому что одна нога всего держит. Потому что всего одна. Но это... Подожди. Давай от обратного пойдем. Давай вот это все отменим. Вот, короче. Видишь, изначально здесь уже стоял вот этот маленький кубик. Блин. Вот это провал. Получается, что нам нужно опору сделать вот так вот. И от этой вот маленькой штучки вот сюда. То есть треугольник такой замутить. Ну ладно, попробуем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова короче как то вот так вот соорудил похоже на какую-то пальму да они не интересно ну-ка проверим во выдержал отлично все как я и хотел много теперь мы можем подобраться к нашей женщины археологу здравствуй это удивительно мест я тут всего пять минут а уже столько увидела спасибо за помощь кстати я местный археолог исследуя окрестностей и я уже было поверила в проклятие духа горы но потом появились вы мои датчики не видят других форм жизни поблизости ты была одна нет настроек еще летчица и журналист за летчицу я не переживаю думаю она не пропадет а вот журналист он так дрожал от страха что я не удивлюсь если самолет упал из-за него понятно мы немедленно отправимся на поиски ты знаешь куда полетел самолет летчица кричала что-то про посадку на вершине горы стоит проверить там акта возьмите этот хлыст у всех великих археологов есть такой зачем мне хлыста ну по крайней мере у тех что родом из штата индиана других штатах его раздобыть не так то просто хлыст помогает доставать до высоких мест отлично то есть вот сюда я сейчас хлыстом и заюзаю да правильно видите эту перекладину надо целиться в нее хлыстом окей спасибо уверен он нам пригодится ржавчик такой балдежный вообще капец еще как а когда найдете остальных скажите им что я жду в базовом лагере окей пойдем поищем остальных и зато заодно хлыст используем проверим как он работает вау круто пещеру идем мы здесь еще не были но вход почему-то выглядит знакомым пойдем посмотрим что там внутри вау 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 сундук здоровый сундук постойка я узнаю этот сигнал эта технология инопланетян я встречался с ними в космосе и они помогали мне усовершенствоваться тогда я и стал таким умным спорим что если ты поможешь мне забраться на тот подиум я выяснил что-нибудь новое ну пойдем 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 попробуем подняться на этот подиум взаимодействовать но кстати он про этот подиум и говорил так что давай взаимодействовать дружба все нормально о я чувствую я чувствую столько сил и кажется теперь я смогу справиться с цепкими лианами может нам нужно что-нибудь разрубить мне не терпится испытать свою силу но тут как бы о мост появился как бы вот как бы пойдем рубить поднимемся по лесенке и там что-нибудь сейчас найдем окей давай взбирайся вот я на тебе пожалуйста ну хотя сложно это назвать лианами ну давай попробуем оу круто ха 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 вдребезги а вот это счетов разрубить нифига себе так какой-то ранец у меня за спиной появляется я все это бомблю круто отлично но вот эти всякие стружки как бы с ними ничего не получается стружки используем вниз вижу так прыгать я не умею напоминаю поэтому хотя там можно было бы запрыгнуть если бы я умел это делать вот цветочек какой милый цветочка можешь разобраться нет ну ладно по кругу ходим мы с тобой ходим и бродим ищем цветы ищем букашек вот тут кстати тоже лесенка есть смотри можно сюда спуститься чтобы выйти мы же отсюда пришли правильно поэтому спускаться мы туда не будем мы идем к сундучельнику огромным такому мужчину что тут у нас открыть показывать или баллоны бананы получено 50 бананов интересно что я могу с ними делать что-то покупать или чё его теперь наверное мы здесь можем слезть чтобы выйти отсюда или нам проход нужно тут найти подождите к странно ну пойдем отсюда выйдем по всей видимости мне сюда как бы и надо было спуститься и выйти пока что я думаю как дальше нам быть искать остальных у вершины но нам как бы на вершину понятно нужно пробраться а подожди у нас же есть возможность лианы разбивать пойдем статуи освободим че эту плю да вот вот так и она час поплывет наверно нет нет она не поплывет но я могу я ничего не могу с ней сделать даже если здесь так о-о-о круто сюда проходим здесь у нас заперто тут можно тоже чет покрутить попробуем вон чем можно сделать забавно ну давай так вот сделаем или подожди там он просто отверстие вот тут видишь для чего они пока не знаю ну давай вот так вот спиной поставим или нет или вот так вот назад то птичка подождите а можно взять птичка 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 да птицу можно собрать просто птица какое красивое животное наверняка пригодится в будущем зачем зачем пригодится непонятно че с ними дело зоопарк что ли забираю а ты кто такой увлеченный биолог мои датчики говорят что это дерево вовсе не растение тихо вы мне всех зверей распугаете что ты здесь делаешь изучая редких животных а именно вот этих забораживающих хамелеонов но они и так здорово маскируются что я не могу их найти сможете добыть мне несколько экземпляров думаю 20 хватит несколько уже нашлось но мне нужно больше все понятно короче для него мы собираем хамелеонов ясно и он нам откроет куда-то путь видимо если я найду двадцатку что-то как-то ты жирненько запросил многовато скопируйте статуи обезьян о скопируйте статуи обезьян блин это мне такую же копию надо будет сейчас построить ладно 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 сейчас будем пробовать значит вот это вот ноги у нас это сюда вставляем так дальше у нас идет тут видишь уже как бы в принципе комплектом все идет так дальше мне нужно вот этот вот поставить видимо в принципе она вроде подходит да вроде подходит ладно пусть она будет дальше у нас идет вот этот вот они от развернуть на на дожди вот разворачиваем потом тело вот идет тело ставится сюда похоже похоже и рот остается рот вот и голова вроде как похоже закончить а да и двери открылись ништяк здорово потайная дверь ведущая внутрь горы да нифига она не потайная там огромная 3 дверь которую видно издалека дать что-то мне тут на уши лапшу пишешь но я посмотрим что внутри но погнали 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 похоже знаешь на что это я думал что мы как как будто в замок который в горе войдем но нет хамелеон увидел вот он хамелеон чик поднимаемся здесь что-то можно включить но это не работает а подожди вниз надо спуститься смотри там он ли она есть который можно разбить сломать порезать давай сейчас это идем вот проходим поверните пожалуйста камеру нифига не видно вообще чё там чё там не видно как бы там прохода никакого нет там тупик что странно здесь сундук ого сколько сундуков то чтобы перейти в режим наблюдатель нажмите escape а и вот я могу крутить в а здесь ли она еще одна была все понятно пойдем ее сломаем и я тогда смогу дальше пройти вот я ее сломал так вот я теперь иду и там кстати наверху вон проход есть все пошли 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 да блин пункт наблюдателя он какой-то странный а здесь решетка ясно чтобы как раньше надо открыть эту решетку и тогда этом что-то смогу взять пока что нам туда не надо на кей тут наверху чё нить есть интересно так там просто проход и куда этот проход ведет к лесенке лесенке и либо здесь можно подняться да но что там что тут я поднимусь поэтому ладно пойдем сюда здесь поднимемся и птичку может схватим там птичка где-то было вот она это мы дальше пройдем здесь можно что-то потянуть сундук опустили давай тогда здесь сейчас спустимся по где как нам птичку то схватить птичка тут как-то можно сюда наверх видимо взобраться а кто к птиц кстати будет собирать если этот хамелеонов собирает то кто птиц интересно так не на втором уровне сундук надо забрать спускаться пока рановато где мы где мы днем получается что я щас какую-то новую фишку открою видимо если сундук открою давай посмотрим бана а просто бананы понятно еще 50 бананов а для кого банан то мы тогда собираем тоже вопрос пока еще ничего не ясно хотя бы знаешь какую-нибудь сноску бы дали что бананы нужны для того то ладно так наверху мы были внизу мы ничего не сможем сделать сюда мы не можем никак попасть но тут есть проход тут есть проход он смотри вот тут проход есть сейчас посмотрю вентиль смотри вентиль могу как-то офигеть вот эта штука работает и я могу вентиль там крутануть она может мост выдвигает непонятно непонятно в принципе все что можно было тут достать я тут все достал возможно мне сюда нужно будет вернуться еще и хамелеон нужно взять обязательно а эта штука не работает это выходит что нужно ее как-то починить кнутом здесь тоже ничего не сделаешь а как же тебя починить нужно посмотреть как там что сделано подожди что там у нас там сверху какая-то фигня лежит да а здесь не лежит короче чтобы она заработала нужно сверху какую-то штуку положить понятно понятно что нифига не понятно взаимодействовать никак ладно выходим отсюда с этой пещеры мы сюда обязательно еще вернемся ты 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 об нигде это мы оказались а вон обезьяны вот кстати вот эта штука она нам нужна я вот эту именно штуку видел на передатчике где сундук был может ее как-то шлепнуть странно я думал вот эту подобрать и будет мне счастье но она не подбирается вот еще передатчик вижу тут что-то нужно построить давай посмотрим соорудите лестницу 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 лестница что попасть сюда на а нет можно вот так вот строить вот в эту сторону хоп-хоп-хоп на попробуем тут кстати заметка максимальная высота шага 3 пластины или один кирпичик минимальная ширина дорожки 2 то есть окей это будет конечно не круто так если я сделала так здесь вот выступ типа вот такой вот робот сможет заехать до робот сможет заехать отлично дальше мы идем вот так вот строимся тут здесь нужно блин блин такую штуку сделаем и на нее сверху нужно как-то что-то придумать поставить вот так вот так подожди нам а тут посерединке нужно вот мне кажется так нормально будет а а сюда как мы давай попробуем пробуем типа типа вот выступ сделать кажется подходит кажется подходит вот так вот и тут смотри еще какие широкие пластины есть они нам как бы зачем наверно вот здесь в конце их сделать давай вот эти возьмем ширина не совсем подходит но ладно сейчас посмотрим что будет чем будет так пластинку и сюда могу шлепнуть не вот нам теперь наверх как-то надо подняться да и здесь вот еще пластинку могу шлепнуть смотри и как бы и как бы чуть-чуть нам тут не хватает чтобы подняться можно смотри что сделать хоп хоп и вот 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 так вот наверно да и мы взобрались по идее по логике остается вот этот вот уголок сделать как бы нам тебя сделать давай сейчас попробуем конечно все это ветха будет сейчас очень ветха так вот может быть вот так вот даже ну-ка давай поехали а взобрался отлично все получилось ништяк теперь и мой поход перед перед это было бы забавно что робот эмулирующий проехала и обвалился это было бы очень смешно значит тут у нас есть возможность зайти сюда в пещеру мы пойдем сходим почему бы нет посмотрим где мы окажемся оу оу шматье привет я был предприимчивый призрак продавец у меня есть товары на любой вкус выбирай тут у нас новая одежда для твоего гардероба а здесь новые цвета и кирпичики для режима песочницы так вот я с кем буду торговать бананами ясно но я бы на самом деле захотел бы ежевичную свою голову спрятать для этого я бы наверно взял вот эту каску она 18 бананов стоит до купим ей летный шлем спасибо за покупку открой меню зайди в гардероб чтобы изменить свой образ предметы купленные в магазине отличается фиолетовым фоном и первыми появляются списки в каждой категории окей 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 но для этого мне нужно еще вот эту поварскую футболку сменить например вот на такую 22 банан вот и и и штаны конечно же штаны 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 ну-ка 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 так идем в и о да тут и без этого смотри куча вся забавно тут и без этого можно было кучу всего выбрать да но я купил шлем летчика соответственно шлем летчика голова а лицо еще могу изменить о здорово лицо может быть что-нибудь пиратская я что-то все-таки сундуки всякие или поскольку летчик поскольку летчик давай мы оставим ему так подождите вы даже виджи почему я не могу это взять одеть вот и теперь у летчика они же все в очках типа ходят они ж крутые вот и тело тут и без этого смотри костюмов сколько сколько тут костюм ну ладно одеваем вот это и ноги ноги вот это вот нормально вот это я понимаю круто прохождение 24 процента и всего один этот нашел с хамелеончик все спасибо тебе бул мистер был выходим отсюда бананы оставлю потом еще сюда может вернемся магазинчик что-нибудь докупим тут в принципе больше ничего идем сюда о вот и самолет помогите трусливый репортер помогите сначала самолет упал потом я застрял на дереве я хочу домой моей жизни слишком много стресса а это чудо санки о вильта вертолет мы сейчас будем собирать вертолет я просто видел вот эту в трейлере вот эту локацию с вертолетом и тут именно нужно собрать вертолет чтобы спасти вот этого репортера но то как мы будем собирать вертолет ты увидишь следующей серии поэтому если тебе понравилось и ты хотел бы видеть прохождение этой игры в дальнейшем то поставь лайк под этим видео и подпишись чтобы не пропустить следующего ролика в котором мы собственно с тобой и увидимся так что до встречи